Знаете, сегодня многие люди, миллионы, может, миллиарды даже, они провозглашают, даже, может, кто-то и не сильно верит, но провозглашают, что Христос, Он воскрес. Христос, Он живой, наш Бог, Он живой. Слава Господу! И Он сказал, что живу я, и вы будете жить. Это для нас праздник, и этот праздник, как детки пели, что подарил нам Иисус Христос, спаситель нас. Он нам подарил этот праздник. И пускай Бог благословит, чтобы у нас и, знаете, настроение было праздничное, чтобы мы радовались, потому что Иисус, Он умер, но и воскрес для нашего оправдания. Он воскрес, потому мы имеем надежду. Для каждого человека сегодня есть на земле надежда. У нас сейчас будет служение, такое тоже важное пожертвование. Я напомню одно место Писания, мы все его знаем, но, как написано, напоминанием, возбуждаем чистый смысл. Написано второе послание Коринфянам с 9 главы 6 стиха. «При этом скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Слава нашему Господу! Бог, Он силен нас обогатить, и, знаете, Бог нам дал на этой земле много чего, и мы имеем достаток, и мы имеем возможность работать и уделять нуждающемуся. В основном, я думаю, кто живет в этой стране, мы не бедствуем, мы имеем благословение, Бог нас благословляет. И также написано, чтобы мы уделяли на нужды, уделяли на нужды церкви, народа Божьего. Это всегда было, вы знаете, что даже когда Иисус ходил по земле, Ему служили имением. Даже был в одного ученика такой ящик, написано, который Он носил с пожертвованием. Да, мы знаем, к сожалению, Он потом сделался вором, сделался Иуда, к сожалению. Но написано, каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Это служение никто никого не заставляет, но если сердце наше расположено, чтобы кому-то, знаете, пожертвовать, благословить на нужды церкви, народа Божьего, то сейчас будет такая возможность. А мы давайте встанем, поблагодарим Господа и за этот день, и за то, что имеем, и попросим благословения на это служение. Аминь. Продолжение следует...